друзья мои дорогие всем добрый день сегодня по вашим заявкам говорим с вами на тему руминации руминация пережевывание негативных мыслей повторяющихся очень часто многократно повторяется у человека вот этот вот механизм по одной и той же мысли почему руминация в переводе с латыни так и означает это пережевывание то есть человек гоняет по кругу одни и те же мысли никуда логическая цепочка особо-то его не уводит он только себе делает вот этим вот хуже признаки руминации типичны у вас мысли крутятся на одном месте вы зациклились нет какого-то движения с мертвой точки после обдумывания проблемы после пережевывания вы чувствуете себя еще хуже чем до нее вы вот после того как это гоняете гоняете и во время этого не становитесь ближе к тому чтобы принять ситуацию как-то понять разобраться вам как бы наоборот еще хуже только становится и вот те размышления которые в ходе руминации происходят они не помогают вам новые выводы найти какой-то план действий выстроить вы просто один и тот же негативный гоняйте под по кругу не стоит путать руминацию и рефлексию анализ а самостоятельная аналитическая работа с самим собой анализ своих действий своих эмоций того как вы прожили например этот день или какое-то событие провели вот смотрите что отличает во первых наличие или отсутствие цели в ходе рефлексии цель есть вы хотите сделать выводы например который вам дам который вы можете уже для себя как-то вот подвести например по итогу этих отношений вы хотите там для себя разобраться каких-то причин вы хотите понять свою главную ошибку все у вас была цель вы ее решили разобрались и выводы сделали в ходе руминации этого не происходит вы погоняли по кругу ничего не изменилось следующее отличие восприятие ситуации занимаясь рефлексией вы стараетесь отстраниться как-то посмотреть на происходящее со стороны проанализировать этап в ходе руминации вы себя снова мысленно погружаете в эпицентр конфликта какого-то скандала и вот вы снова там вам снова плохо продолжительность еще отличает рефлексии это когда вы на протяжении четкого там какого-то времени проанализировали сделали выводы больше к этому не возвращаетесь руминации у вас может часами днями неделями продолжаться и вот вы жуете жуете одно и то же почему это происходит ну конечно обычно руминацию там какой-то сильный стресс сопровождает но вот это вот цикличные мысли они очень деструктивны нередко на фоне чувства вины у вас вот это вот развивается причем вины как перед кем-то так и перед собой вы в голове можете проигрывать какой-то поступок какой-то диалог вы может быть излишне озабочены какой-то темой у вас может быть неясность какой-то вот этот вот незакрытый гештальт нередко это ситуации когда вас каким-то образом ущемили когда интересы ваши были задеты вас может быть даже унизили очень грубо нарушили ваши границы или вам до конца непонятны мотивы второй стороны то есть вот на базе чего-то такого вот и вот это вот вся руминационная история и бывает то есть каким-то образом вы да вы пострадали и вы пока не можете из этого всего выбраться но не конструктивно вы на это на все смотрите то есть руминация ну как бы на фоне чего-то хорошего то особо то не бывает так или иначе какой-то ваш вот этот ущерб руминация вредна и обратите внимание есть связь у людей у как которые склонны к вот этой вот руминации у кого это частая проблема они склонны к депрессии к хронической депрессии склонны поэтому отслеживайте это у себя руминация часто повторяющиеся в принципе может быть признаком развивающейся депрессии мы из-за руминации тупеем потому что мы новой информации мозг не питаем и новые взаимосвязи не ищем руминация энергетически нас выжигает мы все силы туда оставляем у нас нет сил на работу на построение отношений это очень такая серьезная деструктивная вещь там можно сказать даже вредная привычка как преодолеть как себе помочь с этим справиться вот смотрите что важно во первых мы должны разбираться с первопричиной что произошло почему я застрял я пережил ситуацию унижения я пережил ситуацию нарушения моих границ мне был нанесен какой-то ущерб посмотрите на ситуацию со стороны делайте какой-то объективный вывод какой-то конструктивный выход из нее для себя определите и этого достаточно или в ходе этой ситуации был например подковырнут какой-то ваш страх какой-то ваш комплекс но дело то в том что так и живет у вас этот страх этот комплекс с ним нужно работать отдельно нужно это выявлять еще почему как помогать себе работать с вот этой вот темы с руминацией мы должны задавать себе правильные вопросы нередко руминация очень долго может залипнуть у нас как вот та самая жвачка такая жеваная неприятная на подошве которую никак не отдерешь потому что мы задаем себе неправильные вопросы чему я такой неудачник почему мне так не везет почему этот человек вот да так плохо со мной обращается хотя мы должны переключаться на конструктивные правильные вопросы мы должны себя спрашивать оптимальный мой путь выхода был бы здесь какой чему меня научила эта ситуация как я могу в следующий раз предотвратить такие ситуации то есть это уже плоскость рефлексии из вот этой вот плоскости когда вы себя погружаете ник в негатив вы выводите себя именно в поле где вы смотрите на это рационально очень важно себе напоминать но это как принципе с любой склонностью к тревожности вот здесь механизм один и тот же вы должны себе говорит я буду влиять только на то что я могу повлиять и я вот на это буду пытаться влиять все остальное вне зоны моей ответственности да человек поступил плохо да человек предал человек еще что-то сделал в моей зоне влияние в моей зоне ответственности перестать общаться с этим человеком возместить свой счет сделать что-то еще но не да не должны вы в себе этого человека всю жизнь таскать очень хорошо еще помогает правило 10 10 10 как вы будете относиться к этой ситуации через 10 минут через 10 дней через 10 там недель или месяцев просто вот насколько это важная ситуация вам на ногу наступили вам там какая-нибудь подружка какой-то такой неоднозначный комментарий написала в котором сквозило что вы выглядите плохо ну что-нибудь еще неприятно но через год вы вообще об этом забудете так стоит ли это того чтобы вы сейчас на этом цикле весь когда происходит руминация эмоции есть эмоции много и конечно же они негативные вы должны их выпускать конструктивно контейнировать я злюсь я обижен меня вот это вот не устроило да вы должны переключаться на какую-то такую эмоциональную деятельность в ходе которой вы можете это выплеснуть еще что важно важно сорнячок выдирать пока он маленький еще этот сорнячок пока он в огромный куст с длиннющими корнями не разросся вот только чувствуете вы склонны например к руминации опять вот что такое пошло пресекайте сразу не надо а я сейчас чуть-чуть об этом подумаю и вот конечно же потом переключусь потом намного сложнее вам будет составляйте какой-то себе реалистичный план действий по ситуации просто себе спросить какие у меня есть сценарии какие у меня есть варианта то-то то-то ну да отлично все этого вполне достаточно себе говорите того что я решил понял сделал по этой ситуации достаточно да не избыточной не суперски но достаточно учитесь конечно же отвлекаться на что-то другое должно быть что-то значимое это кстати кому-то помогает может быть на что-то рутинное отвлечься но опять же на такое рутинное где все равно ваше вовлечение нужно но лучше все-таки это попытки отвлечься на что-то такое эмоциональное яркое а в ходе чего вы можете но действительно и сделать что-то полезное и полностью полностью уже окончательно на вот это полезное переключиться у меня водички хотела углотнуть ладно не буду на паузу ставить еще кстати ситуация с руминацией тоже помогает когда вы наихудший сценарий продумываете вам не понравилось как вы отреагировали на эти обидные слова или вам не понравилось то что начальник вас отругал вам не понравилось что да ну там вы узнали что человек например оказывается там вам изменяет и уже все это давно произошло а продумайте наихудший сценарий начальник мог вас уволить человек который там вам изменял мог еще каким-то образом вам за спиной навредить или вы слишком долго бы этому человеку верили самый наихудший сценарий продумайте и даже придумайте даже вот при этом наихудшем сценарии как бы я реагировал что бы я сделал уже уже это не кажется какой-то такой всеобъемлющий черной ситуации которая навалилась и которая отравляет вам жизнь очень важно конструктивно смотреть на произошедшие себя спрашивать а как эта ситуация помогла мне вырасти а что я такого для себя важного понял очень важно еще себе конечно же закрывать гештальт руминация это часто не закрытые гештальты а вот если бы а почему а какие были причины какие были взаимосвязи каким образом закрывать гештальт месть кстати отдельный ролик закрыть гештальт посмотрите у меня на канале так вот если кратко то вы должны себе логически объяснить ситуацию что почему зачем с какими мотивами человек сделал и на этом успокоиться это прошлое вот он расклад по этому прошлому человек так поступил потому что считал нужным считал что имеет право вы запретить кому-то что-то считать не можете но вы можете да уже как-то пресекать вот эти вот неконструктивные мысли если вы вам кажется что все равно какая-то неполнота по ситуации неясность а вы так себе и говорите вот когда у меня появится новый факт для размышления когда у меня появится какие новые вводные я вернусь я вернусь и все это сам собой буду обсуждать но пока стоп конечно же на людей надо переключаться идти к людям общаться вовлекаться то есть эмоции живое общение это всегда всегда эффективно также в ситуации если у вас частые руминации помогает дневник чувств чем вы будете неделями все это в себе гонять лучше сядьте 15 минут выпишите все что у вас наболело и переключайтесь на какое-то другое занятие друзья мои если вам будет нужна моя помощь как психолога как психотерапевта буду рада видеть вас на своих онлайн консультациях мои контакты внизу под видео пишите мне в мессенджерах и узнавайте условия проведения консультаций всем пока всем до скорых волнующих встреч